Всем привет, с вами Deadman и сегодня у нас обзор уже четвертой части знаменитой серии Far Cry от компании Ubisoft. С момента выхода предыдущей игры прошло уже два года, что ж, давайте посмотрим, что смогли сваять Devolper за это время. Far Cry 4, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, игра начинается внезапно. В автобусе главный герой, которого зовут Аджай Гейл, приехал в Керат, дабы исполнить последнюю волю своей мамаши и развеять ее прах где-то все в том же Керате. Однако банда азиатов в составе примерно пяти человек останавливает автобус и начинает проводить обыск. В этот момент несколько пассажиров пытаются с боем убежать, но удача не на их стороне. Главгероя тоже вытаскивают и хотят, наверное, расстрелять черт их поймешь этих азиатов. Но появляется человек гомосексуальной внешности, останавливает все это, тыкает ножом в одного из своих подчиненных, делает кровавое селфи с протагонистом и приглашает его к себе на ужин. Вот, собственно, такая вакханалия и является завязкой всей игры. Выглядит все многообещающим, хоть и наркоманским. Развитие сего действия очень сильно напоминает предыдущую игру в серии и что-то мне подсказывает, что к таким словам я буду возвращаться очень часто. Что касается подачи, здесь все просто, вы едете в определенную точку, выполняете задания, вам вываливают какую-то порцию инфы и так происходит из раза в раз. Также иногда можно услышать полезные и важные для мира игры новости по радио, которые там вещают по типу того же Fallout 3. Но музыка там ужасная, поэтому вероятность того, что вы ее не выключите и услышите что-либо крайне мала. Есть еще возможность собирать страницы дневника вашего отца и типа узнавать, что произошло, но кому это нужно? Я открыл и прочел их только после того, как игру прошел. Кстати, о конце не знаю, либо я так слил концовку своим выбором, либо разработчики, но то, что случилось в конце, никак не тянет на логичное завершение. Впрочем, не суть. Теперь геймплей. Начнем с того, что Far Cry 4, как и его предшественник, игра с огромным открытым миром, где вы вольны идти куда хотите и делать что хотите. Ну, разумеется, в пределах задумки разработчиков. Перемещаться можно по земле, по воде и по воздуху, и не без транспорта, конечно же. Что касается земли, то вам доступны квадроциклы, обычные авто, грузовики, джипы, даже гребаные снегоходы. С водой понятно, разнообразные лодочки. Что же касается воздуха, то здесь только один вид транспорта, это гирокоптер. Своебразный, ну не знаю, велосипед от Экзибита, который умеет летать, и вингсьют. На этом варианты перемещения заканчиваются. Далее перейдем к самому важному, перестрелке. Для начала стоит отметить, что как и в предыдущей части, у нас будет возможность выбирать, каким способом идти в бой. Можно вооружиться луком, метателями, ножами и сделать все тихо. А можно взять мощную штурмовую винтовку и расстрелять все, что движется, двигая тезом и рыча, как дикий зверь. Что касается врагов, здесь их несколько видов. Самые обычные, рядовые солдаты, элитные бойцы в броне, тяжеловесы, это либо огнеметчик, либо парень с пулеметом. Снайперы, просто наглубо отбитые ребята, которые кидаются на вас с ножом, даже если у вас в руках гребаные РПГ. Собственно, все то же самое, что и в прошлой игре. Единственный новый вид врагов, это охотник. Их особенность в том, что они видят главного героя сквозь растения, и их нельзя отметить, чтобы потом отслеживать. Ну как, метку поставить можно, только она спадает через пару секунд. И если уж речь зашла о противниках, то не лишним будет обмолвиться и про арсенал. Выбор, чем же вышибать мозги противнику, здесь действительно большой. Луки, арбалет, винтовки, штурмовые винтовки, снайперские пистолеты, огнеметы, гранатометы, дробовики и обрезы, и это далеко не полный список. А уж если взять в расчет, что все это дело можно модифицировать. В общем, батя говорит, молодца, хорошо сделали. И знаете, что действительно здорово? Это то, что оружие чувствуется. Если вы ведете огонь со стационарного пулемета, то это действительно пулемет. Это сложно описать словами на самом деле, но те, кто играл или когда будете играть, вы поймете, о чем я гарантирую. Для сравнения, запускав ту же новую колду, было ужасно. Вроде новомодные пушки, но чувства, что ведешь перестрелку, совершенно никакого. Но не будем уходить далеко в дебри. Следующее, что хотелось бы отметить, это сложность. Играя на максимальном уровне сложности, очень часто можно отхватить по самой чакре. Что идет игре только в плюс и добавляет какой-то азарт и одновременно осторожность. Следующей немаловажной составляющей игры является прокачка. В игре есть две ветви умений, называются они Тигр и Слон. Первая позволяет улучшить ваши боевые навыки, будь то убийство с высоты, возможность вытащить у трупа оружие или гранаты и убить им другого противника, или сделать прицеливание с винтовки более легким. Ветвь Слонажа дает совершенно другие навыки. Возможность создавать инъекторы для разнообразных бонусов, собирать больше листьев с одного растения или, как это ни странно, ездить на слоне. Занимаясь собирательством растений и охотой, вы очень сильно облегчите себе прохождение, ну или сделаете его более удобным. Например, собрав определенные растения и сделав нужные инъекторы, можно одним уколом сразу отметить всех ближайших противников, а не бегать с фотокамеры из одного угла в другой. А убив несколько животных нужного типа, можно соорудить себе улучшенную кубуру или улучшенный колчан для стрел. Ну, думаю, суть вы поняли. Далее. Имея такой огромный мир и возможности, назревает вопрос, а что же там делать-то? Помимо сюжетных заданий будут дополнительные миссии, будете захватывать вышки, с которых антагонист ведет свою пропаганду, захватывать блокпосты, крепости генералов армии короля, охотиться, ну и, пожалуй, все. Поверьте, этого более чем достаточно на самом деле. Теперь, что касается кооператива и мультиплеера. Ммм, в коопе нельзя проходить сюжетные миссии, только захват блокпостов, какие-то дополнительные квесты и крепости. Один раз я призвал себе на помощь чувака. Подрубился ко мне какой-то араб, который постоянно хотел мне что-то сказать, но я его шаманские песни не понимал. В итоге, при нападении на крепость мы обосрались раз в 8, не меньше. Поэтому лучше пользуйтесь наемниками в офлайне. Мультиплеер это просто забей. Очередная попытка сделала Сиона Шутан, который у него венчался успехом, поиграв в него, наверное, минут 20, ну, один матч. Появилось непреодолимое желание выйти, что я, собственно, и сделал. Из всего вышеперечисленного, вышесказанного, онлайн-составляющую я не рекомендую. С технической стороны, вроде бы все ок. Графон завезли, оптимизацию вроде как тоже. Звуковое сопровождение на уровне, единственное, есть проблемы с русской озвучкой. И я говорю не о том, что она говно, а о том, что персонаж периодически выдает совершенно другие фразы вместо тех, что должен был бы сказать. Собственно, вот вам пример. Кого ты убил? Амиду? Сабала? Я и так это знаю. Но все же хочу услышать от тебя. Иди в пень! Мальчик мой, ты и глас... А в остальном нареканий нет. И в заключении. Far Cry 4 получился неплохим. Можно даже сказать хорошим. Но косяк в том, что ничего нового мы так и не увидели. Не поймите меня неправильно, но копировать себя же из игры в игру это не очень. И я говорю не о какой-то механике, а даже о миссиях. Уверен, те, кто играл в предыдущей части Бэту, нашли сходство между зданиями Йоги и Реджи, и, например, миссии, где нужно было сжечь поля конопли. К слову, о полях здесь тоже такой кейс есть. Поиграв в Far Cry 4 складывается ощущение, что нам дали третью часть с другим сюжетом и улучшенным графоном и все. Онлайновая часть это вообще провал. Даже не знаю, зачем мы ее сюда прилепили. А вывод таков. Поиграть в это можно и даже будет весело и здорово, но на один раз. И интересно, что же будет дальше? Будут ли юбики и дальше копировать все один в один или сделают другую игру? Ответа, к сожалению, я не знаю. Но на этом все. У микрофона был Deadman. Всем удачи, всем пока. И я вполне себе гетеросексуален. Субтитры сделал DimaTorzok